Уважаемые коллеги инвесторы, приветствую! В этой презентации я отвечу на некоторые вопросы, которые от вас поступали. Периодически возникают вопросы, вы мне их присылаете. Далеко не на все я успеваю отвечать непосредственно в комментариях, поскольку их, к сожалению, слишком много, вернее, к сожалению, у меня нет времени, чтобы вот прям каждому индивидуально ответить. Поэтому я периодически собираю и на какие-то наиболее популярные вопросы стараюсь отвечать. Сегодня мы разберем с вами пять вопросов. С чего начать инвестиции в недвижимость? Любую ли квартиру можно разбить на студии? Что делать, если плохая кредитная история? Криптовалюта и блокчейн, мое мнение. И где выгоднее инвестировать, в каком регионе? Вот эти пять моментов мы сегодня затронем. Надеюсь, что это из этого будет вам полезно. Можно в комментариях также писать ваши вопросы. Я периодически буду стараться их собирать и вот так вот выдавать мои ответы. Поехали! С чего начать инвестиции в недвижимость? Начинать нужно с того, что четко понять и сформулировать свою позицию. То есть, сколько у вас своих денег есть? Какие возможности вам предлагают банки? То есть, сколько вы можете взять денег у банка? После того, как вы определились с количеством денег, сколько у вас своих, плюс банковских денег, следующим шагом вы уже можете подбирать объекты под те ресурсы, которые у вас есть. Подбирать там по параметрам, по доступности по локации, по возможности деления на студии эти объекты, либо какой-то разбивки их более выгодной. То есть, начинать нужно с того, что сформулировать свою позицию. Нужно накопить какой-то стартовый капитал для того, чтобы у вас были первые взносы на платежи по ипотеке, плюс на ремонт, который, скорее всего, потребуется в недвижимости. И с того, что вы получаете одобрение по ипотеке. Вот это первые шаги, которые надо сделать. И начинайте с них. Если же говорить о том, что у вас полный ноль, с чего начинать, то тогда надо начинать с накопления стартового капитала. С того, что ты начинаешь откладывать часть своих активных доходов, ищешь дополнительные источники дохода, накапливаешь стартовую сумму, с помощью которой уже можешь инвестировать в недвижимость. Повторюсь, в основном это самые крупные расходы. Это первый взнос по ипотеке, плюс расходы на ремонт. Вот такой алгоритм действий. То есть, он достаточно простой, но начинайте инвестировать и успехов. Любую ли квартиру можно разбить на стуль? Нет, конечно, далеко не любую. То есть, когда вы выбираете квартиру, для инвестиций, вы должны как раз, ключевой фактор для вас, это планировка, которая позволит вам разбить квартиру на стулье. Для этого надо изучить вам СМИ, то есть строительные нормы, где достаточно четко указано, что разрешается делать, что не разрешается. Это с точки зрения законодательства, чтобы вы не делали никаких нарушений, которые не сможете потом согласовать, и которые будут нести для вас дополнительные риски в будущем. Это с одной стороны. С другой стороны, есть целый ряд экономических факторов. То есть, одна квартира будет, ее можно разбить, но это будет очень невыгодно, сложно и дорого. Другая квартира, наоборот, позволит ее разбить так, что ты сможешь вытащить намного больше денег из этого объекта. Здесь вопрос выбора правильной планировки. Это один из нескольких ключевых вопросов, наряду с ценой и расположением объекта, на который мы смотрим, когда выбираем объект. Если всерьез будет интерес, я вас приглашу на тренинг секреты инвестирования в недвижимость. Там мы несколько часов детально разбираем, что такое хорошая планировка, как ее находить, как разбивать. У нас идет прям практика. Мы рисуем разные планировки с вами, отрабатываем, как их разбивать максимально эффективно, чтобы вытаскивать максимальный денежный поток с одной стороны, с другой стороны, чтобы у нас не было никаких нарушений, как все привести в соответствие с требованиями законодательства. Как инвестировать в плохой кредитной историей? На мой взгляд, если у вас кредитная история испорчена, первым делом надо заняться ее исправлением. То есть, что такое испорченная кредитная история? Когда вы вовремя не платили по кредитам в банке. Сегодня любой кредит, ну и не сегодня, а вот сейчас за всю фактически вашу историю последние примерно лет 10, если вы брали кредиты, все эти данные есть в бюро кредитных историй. То есть, каждая ваша финансовая ошибка, когда вы вовремя не заплатили, даже на один день просрочили платеж, это отражается в кредитной истории и ухудшает ваш кредитный рейтинг, кредитный скоринг, так называемый. Особенно сильно влияют просрочки более чем на 2-3 месяца. То есть, такие допущенные просрочки по платежам очень сильно снижают вам вероятность уже в будущем получать кредиты. Но что произошло, если вы испортили кредитную историю? Что это все фиаско? Больше никогда нельзя будет пользоваться кредитами? Нет. Можно. Постепенно надо будет исправлять эту кредитную историю. То есть, каким образом она исправляется? Берутся микрокредиты и вовремя погашаются. То есть, вы берете микрокредит, четко в течение нескольких месяцев его выплачиваете по графику, затем гасите досрочно. И вот так вот проделываете эту операцию несколько раз. Более точно, есть сервисы, прям можете набрать в поисковиках исправление кредитной истории, пообщаться с разными конторами, которые этим занимаются. Это действительно имеет смысл сделать. Если вы в будущем планируете задействовать кредитные ресурсы, например, брать ипотечный кредит для реализации ваших инвестиционных квартир, либо автокредит для инвестиций в автомобили, либо на какие-то иные цели. Поэтому исправляйте кредитную историю. У всех бывают ошибки и проблемы, но важно не оставлять это запущенным, а тем более перестать копать. То есть, если вы сейчас у вас плохая ситуация, если вы набрали кредитов и с трудом по ним расплачиваетесь, то самое ужасное, что можно сделать, это начать брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Это будет крайне неприятно, потому что вы все глубже будете закапывать себя в яму. Поэтому, если вы в яме, перестаньте копать, закрывайте кредиты, начинайте исправлять свою кредитную историю. Это не быстро, то есть, это обычно занимает порядка года, для того, чтобы как-то более-менее стабилизировать ситуацию и начать выглядеть в глазах банка более привлекательно. и так, чтобы вам начали снова давать кредиты. Но это имеет смысл, то есть, если у вас испорчены кредитные истории, то чем раньше начнете, тем быстрее вы сможете вновь начать получать кредиты, исправив ситуацию. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас опыт исправления кредитной истории и какая она сейчас. Она у вас хорошая, положительная, например, вы брали кредиты различные и четко вовремя их гасили. Она у вас никакая, вы вообще никогда не брали кредиты или она у вас скорее отрицательная, то есть, у вас были проблемы с выплатой кредитов и, к сожалению, сейчас вы не столь привлекательны для банка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, посмотрим статистику. Какое ваше мнение о блокчейн, технологиях и криптовалютах конкретно. Смотрите, с криптовалютами я не очень-то позитивно отношусь к этому, как к инвестиционному инструменту, поскольку здесь крайне много неопределенности, очень сильные колебания курсов и ты можешь запросто как заработать, так и много проиграть, при этом это близко к рулетке, то есть, от тебя совершенно ничего не зависит, ты не можешь никак это проанализировать. Поэтому я скорее отрицательно отношусь и не смотрю на криптовалюты как на инвестиционный инструмент. Да, есть примеры, допустим, с тем же биткоином, когда на его взлете люди заработали там по 1000 долларов купили, потом по 15 тысяч долларов продали биткоин. Да, такие примеры есть, но это скорее опять же везение и лотерея, потому что есть также масса примеров, кто за 15 купил, а потом продал обратно за 4. то есть, я не смотрю на криптовалюты как на инвестиционный инструмент. Может быть, если очень серьезно в этом разбираться, на этом можно зарабатывать. Не буду спорить, здесь я не столь опытен именно в криптовалютах. То есть, да, у меня были небольшие вложения в биткоины, но это было больше, знаете, как на попробовать, а вдруг это сработает. Что касается технологий блокчейн в целом, то, конечно, это очень такое мощное интересное решение, на котором строится, может построиться, не факт, что будет, но может построиться большое количество таких решений, например, общегосударственных, допустим, созданий единого реестра недвижимости, сделок по недвижимости и так далее. То есть, это действительно очень мощное такое решение, которое приведет, на мой взгляд, к появлению таких большого количества новых технологий, сильно упрощающих жизнь в плане, например, разных регистраций сделок. То есть, когда ты понимаешь, что сделка не может быть, то есть, она сразу фиксируется, грубо говоря, всей сетью, информация об этой сделке находится на большом количестве распределенных устройств, и она автоматически выполняется при выполнении нужных условий. Ну, то есть, технология блокчейн, это, конечно, мощная штука, но как она будет реализована, посмотрим, я уверен, что во многих сферах сейчас будут появляться такие интересные решения, основанные на технологиях блокчейн. Где выгоднее инвестировать? В Тюменскую область, в Краснодарском крае, в Самаре, в Московском регионе, в Санкт-Петербурге? Вот часто мне пишут вопросы про то, где же мне правильно инвестировать? Здесь ответ очень прост. Надо тестировать спрос. То есть, если в этом регионе есть спрос на помесячную либо посуточную аренду, то это может иметь смысл. Второй фактор это цены. То есть, мы смотрим соотношение между ценой аренды и ценой квартиры. Если это соотношение для нас выгодное, то есть, мы, допустим, разбив квартиру на студии, сдаем ее по хорошим ценам, у нас получается экономика, которая приносит ну хотя бы процентов там 18-20 процентов годовых, это имеет смысл. Если вы смотрите и у вас получается по вашим расчетам, что вы будете зарабатывать 10-12 процентов годовых, тогда никакого смысла инвестировать нет. У меня есть много примеров, когда люди из дальних регионов, например, с Камчатки инвестировали в московском регионе, но и наоборот, есть хорошие примеры, когда люди инвестировали в других городах, в Казани, в Руфе, в Вологде, в Краснодаре, в Сочи и так далее. Естественно, Москва, Санкт-Петербург тоже успешно работают. Поэтому здесь правильный ответ, это тестировать спрос раз и сравнить разные варианты, сравнить, что будет в вашем регионе и сравнить с тем, что есть, например, в московском регионе. Благо, вы можете реализовать вашу инвестиционную идею удаленно тоже, ну, то есть, приехав, вы же не дерево, сели на поезд, дели самолет и два-три раза приехали, затем передали в управление управляющей компанией, собственно, потом только контролируете отчеты, получаете раз в месяц себе платежи на ваш расчетный счет ИП. Поэтому ответ на вопрос, где правильно инвестировать, где лучше инвестировать, начните со своего региона, протестируйте там ситуацию, разберитесь с ней. Если в вашем регионе все не слишком хорошо, тогда имеет смысл обратить внимание уже на другие крупные регионы. Если вы интересуетесь вопросами инвестирования в недвижимость, создания пассивного дохода, то я приглашаю вас на мой авторский тренинг «Секреты инвестирования в недвижимость. Создаем надежный источник пассивного дохода». За два дня мы изучим с вами все основные тонкости, нюансы, фишки, секреты, которые позволят вам зарабатывать на недвижимости намного больше денег, чем это делают все остальные люди. Вы узнаете, как подбирать самые выгодные объекты, как их находить, как находить то, что почему-то продается дешевле рынка, как получить самые выгодные ставки по ипотеке, как не платить ипотеку несколько месяцев, как разбить квартиру на студии так, чтобы это было во много раз более выгодно, нежели при обычной сдаче, каким образом соблюсти все требования законодательства, как правильно с этого всего еще потом заплатить налоги, как сделать так, чтобы вы сдавали квартиру по максимальной стоимости, и еще огромное количество тонкостей и нюансов, которые будут на этом тренинге, которых мы не затрагиваем, не разбираем в открытых уроках на ютубе. Если вам эта тема интересна, крайне рекомендую посетить данный тренинг. Кроме меня, я там собираю еще обычно порядка 7-8 экспертов на этом рынке, это управляющие компании, это риэлторы, это ипотечные брокеры, это строители, которые делают инвесторский ремонт, и так далее. Сможете с ними познакомиться, получить их контакты и в будущем обращаться, если будет необходимо. Если вам тема инвестирования в недвижимость актуальна, приглашаю вас на мой авторский тренинг «Секреты инвестирования в недвижимость». Проходите по ссылочке под этим видео, регистрируйтесь, жду вас. Спасибо за субтитры Алексею Игорь Негода